В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день апреля с погоды. Днем 13-18 градусов тепла и местами до плюс 13. Черкесский без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 4-6, а днем 13-15 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На сегодняшний день более 200 жителей Карачаева Черкесии уже подали заявки в отдел хаджа Духовного управления мусульман для совершения паломничества. С этого года возрастных и количественных ограничений для паломников, которые были введены с момента разгула ковида, не будет, и поэтому желающие еще могут включиться в список. В этом году требования к документам не такие сложные, как в прошлые годы. Справок от менингита или справки от прививки от коронавируса. Таких условий нет. Единственное, от нас требуется паспорт и чтобы не было препятствий на выезд со стороны судебных приставов или пограничников. Выезд в Саудовскую Аравию планируется 17 июня, но до этого времени паломники должны оформиться полностью. Хочу напомнить, что если даже хадж у нас начинается 27 июня, то подготовка требует более ранних сроков за два месяца, за месяц. В этом году крайний срок подачи документов и записи в список – это конец Рамадана, то есть примерно 22 апреля. И еще Джетул Хаджи Тамбиев обращается к жителям Карачева-Черкесии, которые планируют посетить святые места с просьбой. В этом году и вообще все годы наши квоты, квоты нашей республики определяются по количеству поехавших уже паломников. Поэтому, пожалуйста, если вы не видите особой разницы, не езжайте из других регионов, потому что по показателю, по количеству наших паломников нам будет утверждаться квота, количество квот. Перелет будет осуществляться из минеральных вод в этом году через третью страну – Объединенные Арабские Эмираты. Для паломников Карачева-Черкесии планируют забронировать отели средней категории. Также в условия входит одноразовое питание в течение всей поездки. Также в условия входят трансфер, виза, сопровождение гидов и многое другое. Всего будет организовано две группы. Один – комбинированный рейс, то есть вначале перелёт до Дубая, а оттуда до Медина на автобусе. Цена такой поездки – 4800 долларов. Другая же группа попадёт в Саудовскую Аравию, сделав две пересадки на самолёте – минеральные воды Дубая, Дубай-Медина. Цена такого маршрута – 5500 долларов. Комбинированный рейс является немного трудным, особенно для пожилых людей. Если у человека крайнее положение, что эти 700 долларов он вынужден сэкономить, то тогда можно этим рейсом поехать. А просто в целях экономии я не рекомендую, потому что это очень утомляет человека, переезд Дубая-Медина на автобусе. Алла Качиев, Ахмат Чучаев, Ислам Румов, Вести Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает своё обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программу черкесской редакции. А в 14.30 – «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.